Зона 51.com Девушки отдыхают. Подстраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. А такие заголовки мелькали на этой неделе. Продолжение Destiny выйдет в 2017 году. Ubisoft подтвердила, что Watch Dogs 2 в разработке. Quantum Break выйдет на PC. Подробности. Во второй части Titanfall будет одиночная кампания. Blizzard Entertainment исполнилось 25 лет. Activision отчиталась перед инвесторами за 2015 год. По заявлению кампании, дополнение The Taking King для Destiny показало великолепные результаты. И 25 миллионов зарегистрированных пользователей потратили на игру больше 3 миллиардов часов. В этом году для Destiny выйдет еще одно масштабное дополнение, а в следующем полноценное продолжение. Серия Call of Duty продолжает радовать издательство. Суммарно, игры серии продались тиражом в 250 миллионов копий и принесли Activision более 15 миллиардов. Сезонный пропуск для Black Ops 3, самой успешной консольной игры прошлого года, купило рекордное количество владельцев оригинала. Осенью ожидается новая игра серии от Infinity Ward. Продажи Guitar Hero Live и новой части Skylanders оказались ниже ожидаемых. В этом году Activision продолжит выпуск DLC для Guitar Hero Live, но о новой части серии речи пока нет. Ubisoft представила очередной финансовый отчет, в котором нашлось подтверждение недавнему слуху о том, что идет разработка второй части Watch Dogs. Судя по документу, проект выйдет до марта 2017 года. В отчете говорится еще об одной игре, основанной на новой вселенной, но никаких подробностей о ней пока не сообщалось. Известно лишь, что ставка в проекте делается на онлайновую составляющую. Вместе с тем, Ubisoft подтвердила и слух об Assassin's Creed, компания не планирует в этом году выпускать новую часть этой серии. Оказывается, Ubisoft решила пересмотреть франчайз. Как результат, мы решили, что в 2016 году не будет новой Assassin's Creed. Еще с момента релиза Assassin's Creed Unity мы многому научились благодаря вашему фидбэку. По словам представителей компании, в свободное от франчайза время они пересмотрят саму механику Assassin's Creed, чтобы сделать серию одной из важнейших среди игр с открытым миром. Remedy объявила, что экшен Quantum Break, прежде заявленный как эксклюзив Xbox One, выйдет и на PC. Кроме того, все купившие Quantum Break для Xbox One смогут бесплатно скачать предыдущую игру студии Alan Wake с двумя сюжетными дополнениями. А еще анонсировано особое издание Xbox One, включающее в себя белую консоль с жестким диском на 500 гигабайт, контроллер того же цвета и цифровые версии Quantum Break и Alan Wake. PC-версия Quantum Break выйдет только на Windows 10, притом одновременно с версией для Xbox One 5 апреля. Показали нам и ролик Quantum Break с новыми игровыми моментами. Также в нем рассказывается о способностях протагониста. Time Vision подсвечивает важные объекты, задания и врагов. Помогает лучше оценить обстановку перед сражением, сколько врагов на арене, стоят ли противники вблизи бочек с горючими веществами. Time Stop – герой выпускает сгусток энергии, который останавливает время в небольшой области. Таким образом можно замораживать врагов, останавливать брошенные в протагониста гранаты или выпускать в одну точку очередь из автомата. А после того, как действие Time Stop заканчивается, пули одновременно поражают цель. Time Dodge – позволяет герою мгновенно перемещаться на небольшое расстояние. После того, как герой прыгнул из одной точки в другую, время ненадолго замедляется, что дает шанс расправиться с противником. Если активировать эту способность и прыгнуть на врага, то герой ударит его кулаком. Time Shield – защищает героя от пули, позволяет отталкивать врагов. Time Rush – не показано в ролике и открывается только после прохождения половины кампании. Представляет собой улучшенную версию Time Dodge и позволяет герою быстро бегать и избивать противников. При активации Time Rush герой передвигается так быстро, что враги теряют его из виду. Time Blast – аналог гранат, который демонстрировался ранее. Авторы не уточнили, будет ли это способность в финальной версии, хотя Time Rush упоминается в официальных документах по Quantum Break. Создатель игры уверяет, что герой постоянно будет сталкиваться с новыми видами противников, которые в том числе не позволяют герою использовать его способности. В ролике показаны лишь знакомые враги, которые умеют быстро передвигаться. Ведущий сценарист Titanfall Джесси Стерн подтвердил в интервью Forbes, что в продолжении дебютной игры Respawn Entertainment найдется место и одиночной кампании, отсутствовавшей в оригинале. История Titanfall 2 не обойдется без масштабных противостояний. Авторы хотят рассказать свою версию колониальной революции, а также гражданской войны в космосе. Они намереваются показать, как колонисты используют в военных целях машины, предназначенные для добычи полезных ископаемых или строительства. Повествование будет жестоким, реалистичным и приземленным. Все это будет происходить в антураже далекого будущего, и в Titanfall 2 будет много сцен, где магия и технологии объединяются. Стерн упомянул, что и ему, и руководителю Respawn Винсу Зампелли хочется рассказать новую историю из вселенной Titanfall в формате телесериала, однако пока конкретных планов у студии нет. Это было бы слишком дорого, признался Стерн. Titanfall 2 должна выйти в следующем фискальном году, который заканчивается 31 марта 2017 года. «Мы работаем над ней всего год с небольшим», — пояснил Стерн. Обычно такие игры делаются по два года, так что ждать ее стоит в конце этого или начале следующего года. EA уже подтвердила, что в отличие от Titanfall, консольного эксклюзива Xbox, продолжение будет мультиплатформенным. Компании Blizzard Entertainment исполнилось 25 лет. За это время она успела выпустить множество замечательных игр, заработала славу студии, никогда не делавшей провальных проектов, и доказала, что остается таковой по сей день. Компанию в 1991 году основали три выпускника Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе — Майкл Морхейм, Ален Адам и Фрэнк Пирс. Сперва о таком названии, как Blizzard Entertainment, никто из них даже не подумал. Новообразованную студию назвали Silicon & Synapse. В 1994 году компанию переименовали в House Studios, и почти сразу же после этого — в Blizzard Entertainment. В 2008 году Blizzard Entertainment объединилась с Activision, что привело к образованию крупного издательства Activision Blizzard. Сейчас штаб-квартира Blizzard находится в городе Ирвайн в Калифорнии. За плечами у сотрудников Blizzard игры серии Warcraft, Starcraft и Diablo. Нельзя не упомянуть и многопользовательскую ролевую игру World of Warcraft, которая, как говорит книга рекордов Гиннесса, стала самой популярной MMORPG в мире. В 2010 году аудитория игры насчитывала рекордные 12 миллионов подписчиков. Обо всех упомянутых играх мир узнал много лет назад. Из новых проектов студии отметим безумно популярную карточную игру Hearthstone Heroes of Warcraft, мобо-игру Heroes of the Storm и грядущий онлайновый шутер Overwatch. Коротко о главном. Представитель Ubisoft Алан Мартинос заявил, что игра рассчитана на так называемую Core-аудиторию, нежели на массовый рынок, как сериалы Assassin's Creed, Far Cry или Watch Dogs. For Honor предназначена скорее для Core-игроков, нежели для массового рынка, заявил Мартинос, отвечая на вопрос касательно прогнозируемых продаж For Honor. Core-аудитории, как правило, называют людей, которым интересны в том числе хардкорные проекты с проработанной механикой и без явных поблажек. Разработкой игры занимается студией Ubisoft Montreal. Релиз For Honor ожидается в следующем финансовом году. For Honor, помимо мультиплеерных баталий, будет и одиночная кампания. Режим выживания Fallout 4 разочаровал многих поклонников New Vegas. Он делал игру сложнее, но не более того. В New Vegas же аналогичный режим, благодаря тому, что у героя появлялась куча новых потребностей, заставляла игрока взглянуть на прохождение совершенно иной стороны. Bethesda уже совсем скоро анонсирует первый загружаемый контент для Fallout 4. Также разработчики работают над игровым режимом выживания. В ее планы входит полный пересмотр режима выживания Fallout 4. Мы знаем, что вам не терпится выяснить, что будет в DLC и Fallout 4. Скоро узнаете, и мы думаем, вам понравится. Мы полностью переделываем режим выживания Fallout 4. Еда, сон, болезни, опасности и многое другое. Студия Ghost Games представила трейлер PC-версии Need for Speed, которая появится 17 марта. В ролике, рассказывающем об особенностях игры, звучит знакомая поклонникам серии песня Get Low в исполнении Lil' Джон. В PC-версии Need for Speed будет улучшенный звук и поддержка 4K и различных видов рулей от производителей периферии. Кроме того, в игре не будет предела частоты кадров, и игроки смогут ездить с механической коробкой передач. Апдейт, разумеется, получат и консольные версии игры, а подписчики Origin Edsys на PC смогут в течение ограниченного времени испытать бесплатную версию игры, начиная с 10 марта. Rocket League выйдет на Xbox One в следующую среду, 17 февраля. Игра будет стоить 20 долларов и включит в себя 3DLC. Super Sonic Fury, Revenge of the Battle Cars и House Run. Владельцам версии игры для консоли Microsoft будут доступны и две эксклюзивные машины. Armadillo из Gears of War и Warzak из Halo. Компания Calypso объявила, что Dungeons 2, стратегическая игра, посвященная управлению подземельем в духе Dungeon Keeper, выйдет на PlayStation 4. В Dungeons 2 игрокам предстоит вжиться в роль темного властелина, накопить при помощи работников золото, нанять армию орков, гоблинов и троллей и отправить ее завоевывать поверхность. Сей зло придется уже в рамках привычной стратегии в реальном времени. Консольная версия Dungeons 2 будет включать все вышедшие дополнения. A Chance of Dragons, A Song of Sand and Fire и A Clash of Pumpkins. Релиз состоится на PlayStation 4 22 апреля. Студия Rockstar Games объявила, что для GTA Online вышло обновление Be My Valentine. Оно добавляет новую одежду в магазины Los Santos. Игроки почувствуют себя настоящими мафиози начала прошлого века, нарядившись в характерные костюмы, взяв в руки пистолет-пулемет Томпсона и сев за руль автомобиля той эпохи. А с 12 февраля в GTA Online появится новая мини-игра, пока смерть не разлучит нас. Подробно о ней разработчики расскажут попозже. Ubisoft поделилась инфографикой с информацией о закрытом бета-тесте Tom Clancy's Dead Division. Согласно ей, игроки потратили в закрытой бете в сумме более 620 миллионов минут, из них 4,5 миллиона в темной зоне. Всего было убито почти 300 миллионов виртуальных персонажей и выпущено 15 миллиардов пуль. Самым востребованным оружием стала штурмовая винтовка M4, но, пожалуй, самое интересное то, что 87% участников закрытого бета-тестирования напали на своих бывших товарищей в темной зоне. Открытая бета-версия примет всех желающих с 19 по 21 февраля, а финальная выйдет 8 марта на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Если верить официальной статистике XCOM 2, то стратегия от Firaxis до сих пор остается непройденной, даже на самом низком уровне сложности. Интерактивная инфографика, обновляемая в реальном времени, отражает все основные успехи игроков в XCOM 2, но тот факт, что до сих пор никто не смог одержать окончательную победу, поверить довольно сложно. Зато другая статистика кажется более жизнерадостной. Сопротивление человечества под контролем игроков сумело уничтожить в общей сложности более 58 миллионов пришельцев Адвента, потеряв при этом 4,5 миллиона солдат. Ubisoft представила 5-минутный трейлер Far Cry Primal. В новом ролике разработчики рассказали игрокам о главных особенностях игры. Трейлер посвящен оружию, которое игроки смогут отыскать в мире Far Cry Primal способностям главного героя и его противникам, членам других племен и диким животным. В игре будут луки, из которых можно стрелять сразу двумя стрелами, копья с заостренными наконечниками и самодельные бомбы, одни из которых травят врагов, а другие насылают на них пчел. В бою главный герой сможет призвать на помощь сову и тигра, но другие звери представляют для него смертельную опасность. То же относится и к людям. Вражеские племена готовы в любой момент разорвать своих противников голыми руками. Far Cry Primal выйдет 23 февраля на PlayStation 4 и Xbox One, а 1 марта появится и на PC. Коллектив The Malazis Flood представил дебютный проект под названием The Flame in the Flood. Разработчики планировали собрать через Kickstarter 150 тысяч долларов, но в итоге получили на 100 тысяч долларов больше. Это приключенческая игра о выживании, рассказывающая о девушке, которая отправляется в опасное путешествие по дикой природе в компании верного пса. Вам придется добывать себе еду, разводить огонь, чтобы не замерзнуть и защититься от хищников. Причем умереть также можно будет от обезвоживания, радиации и других причин. Что касается хищников, то вам придется использовать скрытное прохождение, строить ловушки, отвлекать их внимание, чтобы не стать их едой. По опубликованным геймплейным трейлере нам демонстрируют встречи с несколькими дикими животными и возможный исход подобных встреч. В этом месяце Drive Club получит не только хардкорный режим, но и несколько вариантов карты Шотландия Старый Город. Этот контент является частью дополнения No Limits. Всего станет доступно 6 вариантов карты во всех режимах Drive Club и Drive Club Bikes. Кроме того, в состав дополнения выйдет повышенный предел уровней развития, частные лобби и расширенный фоторежим. Дополнение No Limits выйдет 23 февраля совместно с дополнением Suzuki, которая добавит 6 новых ивентов, 5 трофеев и 2 мотоцикла. Разработчики шутера Battlefield 4 пообещали улучшить сетевой код консольных версий игры на этой неделе. Предполагается, что владельцам PlayStation 4 и Xbox One будет удобнее играть на серверах с поддержкой до 32 игроков. Во время тестов мы наблюдали некоторые проблемы при игре на консолях. Особенно это было заметно на серверах с большим количеством игроков, сообщили создатели игры. Под удобством подразумевается отсутствие лагов, а также ускоренный отклик. Разработчики отметили, что подобного улучшения сетевого кода в случае с серверами для 64 игроков ждать пока не стоит. Банда и Намка представила трехминутный вступительный ролик Dark Souls 3. В трейлере под названием To the Kingdom of Lothric рассказывается сюжетная завязка игры. Замок, что зовется Лотриком, стоит там, где сходятся земли повелителей Пепла. Покоряя север, пилигримы убеждаются в том, что древние сказания не лгут. Огонь тухнет, а повелители покидают свои троны. Произносит закадровый голос. Судя по трейлеру, одним из главных противников в Dark Souls 3 станет некий мрачный повелитель из оскверненной столицы великан Йорм. Dark Souls 3 выйдет 12 апреля на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Компания Electronic Arts опубликовала новый трейлер мультиплеерного шутера Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Данный трейлер демонстрирует 12 новых карт, которые были добавлены разработчиками при создании сиквела оригинальной игры. Напомним, игра также получит новый режим одиночной игры Solo Play. Вы сможете выбрать четырех персонажей, между которыми можно будет переключаться на лету в любой момент времени. Остальные герои будут управляться системой искусственного интеллекта. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 выйдет 23 февраля. А 160-й выпуск игрового дайджеста Game News Weekend подходит к завершению. Ждем вас в обсуждении новостей из выпуска в комментариях, но... Постойте-ка, не можем мы вас оставить без еще одной крутой новости. Man-at-Arms Reforged выкопали копию пилы топора из Bloodborne около полутора метров длиной. Кузнецы показали процесс создания от начала и до конца. В конце ролика они испытали получившееся оружие на практике. И, как видно, это лезвие с легкостью разрубает все, что попадается ему на пути. И на этой перекованной ноте у нас все. И, конечно, вопрос на засыпку. Чем вы занимаетесь в играх после достижения максимального уровня? Ответы пишите в комментариях. Новости и другие материалы в текстовом варианте можно найти на нашем сайте по адресу xgamesdefiz.tv.com Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы смотреть свежие видео и поддерживайте нас большим пальцем вверх. До встречи на XGames Game TV. Смотрите и играйте вместе с нами. При поддержке магазина для геймеров и энтузиастов Zona51.com Редактор субтитров А.Семкин